Добрый день! Эфир телеканала Катюнь24 продолжает выпуск новостей. Меня зовут Антон Скаль. Начнем с главных тем. Более 300 управленцев поборются за звание лучшего. В Сочи проходит финал всероссийского конкурса «Лидеры России». Дороги Барнаула проверяют на качество. Все ли участки пройдут испытания морозом. Школьники напоминают водителям о правилах дорожного движения. В Барнауле стартовала неделя безопасности на дорогах. Финал всероссийского конкурса «Лидеры России» в эти дни проходит в Сочи. Со всей страны собрали 300 лучших молодых управленцев, чтобы определить 100 победителей. Алтайский край представляют наши земляки Игорь Носов и Петр Ткалич. Сегодня третий день всероссийского конкурса. Как он проходит, подробнее расскажет мой коллега Глеб Полянский. Первый день финала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» получился по-настоящему насыщенным. Я напомню, что здесь, в Центре развития культуры и науки «Сириус», в Сочинском Олимпийском парке, собрались 300 лучших управленцев со всей страны. Все они ранее прошли региональные отборочные этапы. В рамках церемонии открытия с приветственным словом к будущей элите российского топ-менеджмента обратился первый заместитель председателя правительства страны Игорь Шувалов. Он отметил важность молодых кадров для будущего государственного строительства и развития экономики. Все 300 человек – это победители этого конкурса, это совершенно очевидно. Потому что за эти несколько дней мы увидим всех вас. И, конечно, мы не будем ограничиваться только теми, кто войдет в эту сотню, для того, чтобы подобрать список, когда наставники будут выбирать себе подопечных. Но это очень важно, чтобы в рамках вот этой борьбы или этого конкурса вы себя проявили максимально. С лекциями и мастер-классами для участников выступили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель Совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин. На лидеров России большой конкурс. Если исходить из того, что примерно 188 тысяч участвовало в первоначальном заполнении анкет, прислало их, то отобрали 300, но это где-то больше 600 человек на место. Новые лидеры России – это креативные и инициативные люди, смелые. Каждый из 300 финалистов уже гарантированно получит грант в размере около миллиона рублей на обучение. Однако есть то, что важнее финансовой поддержки, уверен руководитель компании по продаже медицинского оборудования из Алтайского края Петр Ткалич. Некая возможность выйти из зоны комфорта, протестировать свои навыки и компетенции по сравнению с другими специалистами, получить экспертную оценку. А по поводу социальных лифтов – прекрасно, когда есть лифт, но гораздо правильнее уметь двигаться и ножками по лестнице. 100 победителей финала получат возможность в течение года консультироваться у своих личных наставников. Пары «Наставник-финалист» будут сформированы после оглашения результатов финала 11 февраля в воскресенье. И в продолжение темы «Какие перспективы?» и «Новые горизонты» открывает всероссийский конкурс «Лидеры России» для участников. Молодые управленцы из других регионов Сибири поделились своим мнением. Самый первый плюс – это новые возможности для развития. Это знакомство с людьми интересными, людьми состоявшимися, профессионалами. Данный конкурс – это большая концентрация людей, которые нацелены на успех. Это большая мотивация для меня, для сотрудников, в принципе, как человека. Посмотреть, чем живет в принципе страна, чем живут управленцы в других регионах. Вот это мне нравится. Конечно, это потрясающий нетворкинг, потому что где вы увидите еще столько 300 миллионеров, как сказал сегодня Кириенко Сергей Владеленович, 300 таких замечательных людей. И на каждом полуфинале тоже было 300 замечательных полуфиналистов. Я думаю, что это огромный плюс как для страны, потому что есть уже такой готовый кадровый резерв, замотивированный в ходе этого конкурса. Этот проект – уникальная площадка для аккумулирования вот этого потенциала, вот этих молодых лидеров, вот этого желания и стремления совершенствоваться не только самим, но и развивать нашу страну. А вот в Москве продолжает работу международная выставка «Продекс» по своей товаре. Там представляют более 30 алтайских производителей. Сегодня участников ждет форум импортозамещения в пищевой промышленности. Кстати, алтайские сыроделы уже производят моцареллу, пармезан и маскарпоне. Изысканные сыры производители также представили на выставке. Они заинтересовали многих представителей торговых сетей и направления Харека. Наряду с молочной продукцией, медом, визитной карточкой нашего региона может стать и алтайский пряник. Новинка на «Продэкспо» – пряник «Барио» с облепихой, малиной, ежевикой и брусникой. Пока что на продуктовых полках его не найти, но вскоре пряник появится во многих точках края, популярных среди туристов. Очень интересно оценили нас итальянцы. Им очень понравилась наша продукция. Они показали все свои итальянские эмоции. Это было очень интересно пообщаться с ними. Они большие любители натуральной продукции. Кстати, вся серия новой линейки. Мы добавляем туда начинку в свежем виде. То есть ягоду перетираем сахаром и наносим непосредственно на пряничное, уже выпеченное, готовое изделие. И, соответственно, сохраняются все полезные свойства этой ягоды. Книга «Кулинарное путешествие по Алтайскому краю» стала победителем международного конкурса «Гастрономическое впечатление-2017». Итоги подвели в эти дни на выставке «Продэкспо». Диплом первой степени вручили Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Она занималась созданием кулинарной книги. Напомним, «Кулинарное путешествие» вышло три года назад. В книге собраны исторические и современные рецепты региональной кухни. Барнаульская гимназия номер 42. Цепли на учебное заведение захватили неизвестные в масках и с автоматами в руках. В краевой столице проходят антитеррористические учения. Такие мероприятия не влияют на учебный процесс школьников, уточняют сотрудники полиции. Учения проходили с утра в 8.30 до 13.00 часов дня. На протяжении всего времени от захвата заложников до их освобождения в Барнауле действовал желтый уровень террористической угрозы. При наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта этот цвет означает высокую угрозу для жизни. Барнаульские дороги проверяют на качество. Выездная комиссия контролирует состояние автомагистралей. Их отремонтировали в прошлом году по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги». Первым оценку экспертов получил Красноармейский проспект. Еще летом здесь проводились дорожные работы. В начале этого года на участке образовалась яма. В середине января компания «Стройинвест» прокладывала коммунальные коммуникации к строящемуся зданию. В результате застройщик повредил водопровод. Коммунальная авария и стала причиной деформации дорожного полотна. Пока яму временно залили бетоном, летом этого года застройщик пообещал комиссии восстановить участок на Красноармейском. Мы один из субъектов из 37 участников проекта «Приоритетные безопасные и качественные дороги». В прошлом году из федерального бюджета было выделено 637,5 миллионов рублей. Всего на проект, потраченное из всех источников 1,3 млрд, удалось сделать 115 километров дорог. 60 из них – это город Барнаул. В этом году финансирование федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» увеличилось. На эти цели из бюджета всех уровней направят более полутора миллиардов рублей. В Алтайском крае запланировано отремонтировать около 117 километров дорог. В Барнауле проверяют не только качество дорог, но и водителей. Автомобилистам и пешеходам вновь напоминают о правилах дорожного движения. В краевой столице стартовала неделя профилактических мероприятий «Детское кресло». В них участвуют сотрудники ГИБДД, активисты народной дружины и школьники. Наша съемочная группа побывала на одном из таких рейдов. «Скажите, что означает этот знак?» «Пешеходный переход». «Пешеходный переход. Приближаясь к пешеходному переходу, водители заранее снижают скоростной режим, повышенное внимание». «Снести скорость до 40 километров в час и не забудьте пристегнуть ребенка». Ликбез по правилам дорожного движения для автолюбителей провели ученики 81-й общеобразовательной школы. Вместе с сотрудниками ГИБДД, как настоящие инспекторы дорожного движения, они ловили нарушителей и проводили тестирование на знания дорожных знаков. «На постоянной основе сотрудники госинспекции города Барнаула проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В своей работе мы привлекаем школьников, педагогические коллективы, студентов, общественное формирование, таким образом стараясь привлечь к этой проблеме как можно больше людей». Как выяснили юные инспекторы, недобросовестных водителей более чем предостаточно. Только за последний год выявлено около полутора тысяч нарушений правил перевозки маленьких пассажиров. Зачастую автомобилисты перевозят несовершеннолетних без детского кресла или непристегнутыми ремнем безопасности. В зимний период, говорят инспекторы, это особенно опасно. На дорогах гололед, аварийность возрастает в разы. «В январе 2018 года на территории города Барнаула зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 118 получили телесные повреждения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 детей получили травмы». Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД каждый сезон. На этот раз неделя профилактики аварий продлится до 11 февраля. За это время инспекторы вместе с учащимися Барнаульских школ и университетов проведут еще несколько акций по детской дорожной безопасности. «Будьте внимательны, следуйте правила, вам всего доброго». Полина Жданова, Антон Червяков, Новости. На этом у меня все. Увидимся в эфире телеканала Катунь-24.